Паспорт, полис и два часа свободного времени понадобятся жителям Одинцовского округа, чтобы пройти профильный медосмотр в новом центре диспансеризации на улице Маршала Бирюзова. В рамках национального проекта здравоохранения бесплатное комплексное обследование доступно для лиц старше 18 лет. Что касается с 18 до 39, один раз в три года, это рекомендация или это то, что мы делаем государство бесплатно? То, что мы делаем государство бесплатно? Один день в год. Один раз в три года. После 40 один раз в год. Человек имеет право прийти в наш центр и бесплатно получить диагностику. Она может прийти каждый год. Если у вас делится на трет, то это будет спонсоризация. Если, соответственно, не делится, то это будет профосмотр. И то и другое, соответственно, делать нужно обязательно раз в год. Чтобы воспользоваться услугой, необходимо быть прикрепленным к Одинцовской областной больнице. Записаться на профосмотр можно по номеру 122 через сайт госуслуг или лично прийти в центр диспансеризации. Глава округа Андрей Иванов ознакомился с работой отделения, пообщался с сотрудниками и местными жителями, чтобы из первых уст узнать все плюсы и минусы организации процесса. Хорошо с того, что здесь и кровь берут сами. Не то, как там раньше было. Туда бегишь, туда бегишь. Да, по разным кабинетам, по разным этажам. А это в одном месте, как-то прекрасно. И здание, как-то современное. У нас здесь и специалисты все есть, и оборудование самое современное. Очень хорошо. Спасибо. Ждем от вас какие-то обратные связи, какие-то пожелания. Оформление в регистратуре занимает не более пяти минут. После чего пациент получает маршрутный лист и посещает специалистов. Обследования, рекомендации и результаты анализов вносятся в личную карту. Довольно объемный, так скажем, перечень исследований. Исключается онкологическое заболевание. То есть направлено, в первую очередь, на это, чтобы выявлять какие-то тяжелые онкологические заболевания, хронические заболевания. Поэтому делается ЭТГ, производится забор крови, мочи и кала, делается пренеходимость УЗИ, делается маммография и клюрография. И, соответственно, если какие-то есть изменения, то направляется на более углубленные исследования. На второй этап. Там уже выполняется КТ и МРТ. Диспансеризация – первый шаг для определения состояния здоровья. После ее прохождения пациент получает на руки паспорт здоровья, который также отражается в личном кабинете на портале госуслуг. Медкластер работает в плановом режиме с понедельника по пятницу с 8 утра до 8 вечера. В субботу до 4 часов дня. Елена Краева, телекомпания «Одинцова». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова